МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире речь пресс-секретаря правительства Республики Западной Армении. Вышел свет 35-й номер еженедельника в Вестерн Армения. Прошедшие подготовку в Турции террористы участвовали во вторжении Баку в Арцахпол Антонополус. В рамках фестиваля в армянском Нахидживане Баку представил карту нашей страны придуманными названиями. Амнестия Интернешнл требует гарантии от Баку в преддверии КОП-29. Арам Хачатрян в Уругвае. Концерт к 120-летию композиторов театра Солис. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. 5 июля встречу выступила пресс-секретарь правительства Республики Западной Армении Армену Исаакян. Представив важное событие недели. Речь президента Республики Западной Армении Лидия Маркусян, где президент напомнила о прошлогодних выступлениях на Ассамблее ООН, посвященных генетическим ресурсам и традиционным знаниям, во время которых в очередной раз привлекли внимание всего мира гейноциду. Президент сообщила, чтобы выразить позицию Республики Западной Армении, в этом году также планируется выступить на двух заседаниях ООН. Далее пресс-секретарь представила речь председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна, где первый президент Республики Западной Армении пояснил, какие работы необходимо выполнить в отношении соглашения, связанного с генетическими ресурсами и традиционными знаниями. «Мы досконально проработали каждую статью этого соглашения, чтобы восстановить свои права на наши генетические ресурсы и традиционные знания». Пресс-секретарь отметила, председатель Национального собрания Западной Армении Нелли Арутинян также сообщила, у Национального собрания есть своя позиция по вышеуказанному договору, которую подробно представят на последующих заседаниях. Вышел в свет 35-й номер еженедельника «Вестерн Армения». Фотография обложки нового номера посвящена 8-й годовщине рацификации Северского договора. В связи с этим Республика Западной Армении пригласила на встречу Zoom докладчиком был Арменак Абрамян. В еженедельнике представлена речь президента Республики Западной Армении Лидия Маркусиан и председателя Национального совета Республики Западной Армении Арменака Абрамяна. В 35-м выпуске еженедельника «Вестерн Армения» вашему вниманию представляем подробности очередных заседаний парламента и правительства Республики Западной Армения, речь пресс-секретаря правительства, историю жизни национального героя Леонида Асгандяна, богатое историческое прошлое Геттошена, культурные и прочие общественные темы. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версии еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. В рамках шанхайской организации сотрудничества лидеры Турции, Пакистана и Баку встретились в Астане. Об этом в социальных сетях написал Пол Антонополос, глава бюро Грек-Сити Таймс. Эрдоган заявил, что встреча проходит в то время, когда регион охвачен войнами, конфликтами и напряженностью, и трехсторонняя встреча также будет способствовать региональному и глобальному миру. По словам Антонополоса, ирония заключается в том, что Пакистан является мировой столицей терроризма, в то время как в последние годы, прошедшие подготовку Турции, сирийские террористы были отправлены в Арцах, чтобы служить пушечным мясом для втажения Баку в исторический армянский Арцах. В последнее время Баку начал целенаправленную кампанию против суверенной территории Восточной Армении и различными культурными мероприятиями пытается легитимизировать территориальные притязания и придать новые направления процессу присвоения армянского культурного наследия, нацелившись на материальное наследие. Одним из таких мероприятий стал прошедший на днях в армянском Нахадживане этнографический фестиваль-конгресс под девизом «Возвращение в Западный Азербайджан». По словам организаторов, основная цель мероприятия – это поддержка политики президента страны Ильха Малиева по восстановлению исторических прав граждан, покинувших Родину. В рамках фестиваля карта Восточной Армении с придуманными названиями городов и сел была представлена различными фотографиями, предметами декоративно-прикладного искусства. Самые разобразные блюда армянской кухни были представлены под названием «Ереванская кухня», имея в виду не Восточную Армению, а, конечно же, Баку. Напомним, еще один подобный фестиваль прошел в ноябре 2023 года с тем же названием и той же целью присвоения армянского наследия. Amnesty International опубликовала заявление в преддверии КОП-29, которое состоится в Баку в ноябре, призвав, чтобы меморандум, который будет подписан с принимающей стороной ИОН, содержал гарантии, что все права человека будут защищены и соблюдены как на территории проведения мероприятий, так и за ее пределами. К ним относятся права на свободу, слово и мирные собрания. Это особенно важно, поскольку бакинские власти регулярно ужесточают цензуру и в последнее время усилили давление на инакомыслящих, задерживая журналистов, правозащитников и активистов по защите прав климата. Организация призывает к освобождению лиц, несправедливо задержанных бакинскими властями. Учитывая тот факт, что правительство Баку совершает вопиющее нарушение прав человека, жизненно важно, чтобы подписанное соглашение с принимающей стороной было обнародовано сразу после подписания, чтобы можно было изучить и оценить, насколько хорошо защищено общественное пространство КОП-29. В театре Соли в самом престижном концертном зале Уругвая составился концерт, посвященный 120-летию всемирно известного армянского композитора Арама Хачатряна. Об этом сообщает Дом музея Арама Хачатряна. Также представлена выставка фотографий визита Арама Хачатряна в Уругвай в 1957 году. В ходе вечера филармонический оркестр Монте-Видео исполнил известные произведения Арама Хачатряна. Вальс, маскарад, марш, занги, зура, отрывки из балета Гаяне. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, WesternArmeneTV не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!